С утра оказалось, что националисты заняли все московские площади, гражданам больше негде собираться с целью митинговать за честные выборы. Но к обеду ситуация изменилась, с националистами митинги 24 декабря в мэрии не согласовали, а урбкомитету за честные выборы согласовали. Не на Болотной, но на проспекте Сахарова. Подробности знает мой коллега Илья Васюнин. Илья. Маша, добрый день. Действительно, о националистах речь и на площадях речь пока не идет. Я связался с Сергеем Давидисом, у него в два часа начиналось совещание в московской мэрии. И там, в общем-то, сказали, что предложили проспект Сахарова, официальных документов еще нет, поэтому окончательно порадовать своих сторонников. Организаторы митинга пока не спешат. Но вот националистов отодвинули во вторую очередь, что называется. Сергей Давидис сказал, что совместного митинга, в смысле организации, они проводить не будут. Давайте послушаем. Вопрос, готовы ли мы объединяться с ними. Мы ответили, что нет. То есть, мы, разумеется, в личном качестве всех людей, которые разделяют требования митинга, рады видеть. Мы не можем им препятствовать прийти, но организационно проводить совместные мероприятия с господами Тором, Беловым, Демушкиным, представляемыми организациями, мы не готовы. Собственно говоря, вопрос еще не до конца решен. На встречу было предложение согласовать проспект Академика Сахарова, поскольку на Василийском отпуске меньше места, хуже транспортная доступность. Есть элемент правды, а есть, я думаю, элемент политической логики, что подальше от Кремля. Мы предварительно согласились. Пока это все предварительно, поскольку пока мы не имеем на руках письменного документа, утверждать, что дело решенное невозможно. Мы имеем опыт общения с правительством Москвы, с его органами, согласующими в публичном мероприятии, когда все нарушалось, менялось. Ну, в общем, националистов не допустят до организации, говорит Сергей Давидис, Илья Пономарев у нас был на круглом столе, на котором мы обсуждали митинги буквально час назад. И он сказал, что если согласуют одну заявку, то остальные присоединяются и все вместе будут организовывать митинг, в том числе вместе с националистами, как раз Тором, Демушкиным и Беловым, которые вчера присутствовали на заседании комитета. Ну, Сергей Давидис сказал, что да, действительно, они там присутствовали, но все равно все это будет еще раз обсуждаться. Сказал, что недопустимы объединения. То есть они еще пока какую-то единую позицию не выработали? Очень большое, очень много людей, очень много людей, которые представляют самые разные силы, все все обсуждают, все обсуждают два оргкомитета только, которые, правда, между собой как-то координируют действия. Вот тот, который, заседание которого прошло вчера в Большом городе, в редакции журнала «Большой город», еще оргкомитет второй был вчера в Доме журналистов. Между собой они, конечно, общаются, но там только во второй вот этот вот комитет по организации этого митинга входит там 12, по-моему, рабочих групп или что-то вроде того. В общем, что называется, демократия развернув в действии. Да, поэтому все все будут обсуждать, но я думаю, к какому-то компромиссу все-таки к 24-му придут, все-таки время еще какое-то есть 10 дней. Спасибо, мой коллега Илья Васильевна. Может быть, тебе будет интересно.